Я из ВК. Так, я не взял кликер. Я не ресерчер, я занимаюсь прикладными, самыми что ни на есть, индустриальными задачами. И хочу представить вашему вниманию свой очень байсный взгляд на прошедший НИПС. Одна из тем, которая обсуждалась и которая мне очень интересна, это козалити. Козалити вообще состоится сегодня из таких двух подтем. Это causal inference, когда мы пытаемся оценить силу причинно-следственных взаимосвязей. И causal discovery. Это такая более молодая, более сложная штука, когда мы из данных пытаемся понять, как вообще устроены причинно-следственные взаимосвязи. То есть еще раз, causal inference это когда мы считаем, что нам известно, что из чего следует. Единственное, что мы хотим узнать, это вот силу этих самых причинно-следственных связей. Насколько что-то вызывает что-то другое, насколько сильно. causal discovery это когда мы этого не знаем и из данных хотим как-то сделать выводы о том, что из чего следует. Ну давайте конкретно. А, козалити. Значит, было хорошо очень представлено на НИПСе. Было порядка ста статей. Был отдельный воркшоп. И, насколько я понимаю, в отличие от прошлого года, была отдельная секция на эту тему. Почему это в целом может быть так интересно? Воркшоп про козалити начался с такой вот фразы, которая мне кажется очень классной. The most impactful things in machine learning are the things that involve some action. Ну, как бы действительно, если вы не делаете никакого action, а ожидать какого-то импакта достаточно странно. А если вы какой-то action делаете, то нужно помнить о следующем. Вот что бы мы здесь не обозначили y и x, в общем случае, никогда распределение y при условии x равно чему-то не будет совпадать с распределением y, когда мы x сделали равным вот этому чему-то. Или correlation doesn't cause causation. Correlation у нас слева, causation у нас, соответственно, справа. В causal inference мы хотим как-то попробовать оценить то, что в этом неравенстве справа. Рассмотрим конкретный пример. Вот в TripAdvisor есть задача оценить эффект регистрации в приложении на активность юзеров в приложении. Кто пользуется TripAdvisor знает, что там можно зарегаться, а можно в принципе не регаться и так пользоваться. И вот создателям очень интересно, влияет ли как-то регистрация в приложении на последующую активность юзеров в приложении. Если влияет, ну, наверное, нужно попробовать как-то мотивировать людей регистрироваться в приложении. Если не влияет, ну, тогда может вообще стоит выпилить эту функцию, упростить тем самым код. Как плохой аналитик решит такую задачу? Но он напишет вот такой SQL, который будет считать, насколько в среднем активны юзеры, которые регистрируются и которые не регистрируются. Понятно, что, конечно, это полный крах, это никуда не годится. Называть в данном случае корреляцию причинно-следственной связью категорически нельзя. Давайте разберемся подробнее, почему. У нас есть регистрация в TripAdvisor, есть активность в TripAdvisor. Есть какие-то свойства пользователя. Их очень много. Ну, например, рассмотрим любовь к путешествиям. Понятно, что люди, которые очень любят путешествовать, они будут в среднем чуть более активно пользоваться TripAdvisor. И в среднем они, скорее всего, будут чуть чаще там регистрироваться. Люди, которые не особо любят путешествовать, они будут регаться там редко и пользоваться тоже мало. Соответственно, налицо корреляция между активностью и регистрацией, которая абсолютно ничего общего не имеет с причинно-следственной связью. Нас же интересует именно причинно-следственная связь. Именно вот эта стрелка, которая здесь внизу на слайде. Как бы нам ее оценить? Что делать вообще в такой сложной ситуации? В такой сложной ситуации нам нужно как-то сломать одну из стрелок, которые вот наверху. Если мы сделаем так, что в мире не останется больше ничего, что может одновременно влиять и на регистрацию, и на активность, то тогда мы смело можем утверждать, что если мы наблюдаем корреляцию регистрации активности, эта корреляция обусловлена именно причинно-следственной связью. Как же это сделать? Ну обычно это делают, добавляя какую-то случайность в процесс. В нашем случае мы возьмем какую-то случайную группу пользователей и как-то мотивируем их больше регистрироваться. Например, упростим им процедуру регистрации. В итоге мы получим случайную группу пользователей, которая ничем не будет отличаться от всех других пользователей, кроме того, что в среднем в этой группе пользователей будет чуть-чуть больше регистраций. И вот в такой ситуации, если мы будем наблюдать, что в этой нашей тестовой группе активность у пользователей больше, мы можем утверждать, что эта разница в активности обусловлена только разницей в количестве регистраций. И, соответственно, это и есть искомая причинно-следственная связь. Но тут есть нюансы. Нюансы какие? Во-первых, есть гетерогенность отклика. То есть наше упрощение регистрации по-разному влияет на разных людей. У кого-то она очень сильно бустит вероятность за регистрацию, у кого-то не очень. Хочется это уметь учитывать. Во-вторых, есть гетерогенность влияния регистрации на активность. Ну тоже понятно. Какие-то люди регистрируются, начинают быть сильно более активными, какие-то регистрируются и, в принципе, ничего не меняется. Хочется это тоже учесть. Для того, чтобы и то, и то учесть, нужно пройти по ссылке в описании и качнуть код, который ребята из TripAdvisor любезно приложили к своей статье, которую они презентовали на НИПСЕ. Собственно, это была первая статья, о которой я хотел поговорить. В целом, по causal inference за последние пару лет вышло какое-то количество таких лип, которые достаточно большие, имплементируют самые модные такие клевые штуки с последних конференций, элементарно гуглятся, элементарно ставятся пипом. Так что, если у вас есть желание, например, поучаствовать в конкурсе от X5 и попредсказывать апплифт, то, я думаю, вот это good place to start. А мы пойдем дальше. Бустинг. Ребята из Яндекса показали, что ансамбль решающих деревьев представим вот в таком виде. Такой вид – это взвешенная сумма таких больших-больших произведений. А в произведениях живут индикаторные функции. Вида какая-то фича больше какого-то порога. Прелесть этой штуки в том, что любая фича может входить в любой из этих произведений максимум один раз. И такое представление можно использовать для интерпретации моделей, можно использовать для сжатия моделей, и можно использовать для того, что мы в ВК очень-очень любим делать, для построения моделей второго уровня поверх листьев бустинга. Эта штука имплементирована в Катбусте, и по ссылке доступен туториал о том, как это используется для интерпретации моделей. Еще про бустинг. Известно, что обучая бустинг, мы зачастую на каждой итерации берем не все объекты для обучения, а только какое-то случайное подмножество. Давайте будем сэмплировать объекты неравномерно, а в соответствии со значением градиента. То есть, грубо говоря, в соответствии с тем, насколько сильно наш уже обученный алгоритм на них ошибается. Конечно, мы не забудем на каждой итерации перевзвесить объекты для того, чтобы не смещать распределение. И в итоге получим профит в среднем в десятую процента аука. Хотя авторы утверждают, что на некоторых датасетах профит был значительно больше. Это тоже уже реализовано в катгусте. Тоже можно посмотреть, попробовать. По ссылке можно почитать статью. И последнее про деревья. Девушку, которая занимается оптимальными решающими деревьями, я уже слушал на ICML на воркшопе. В этот раз это была уже полноценная статья на основной трек конференции, да еще и с кодом. Поэтому я не могу с вами не поделиться. Если вы используете деревья, не ансамбль, а именно отдельные деревья в работе, то, наверное, это будет вам интересно. Переходим к рекомендашкам. В рекомендашке подвезли трансформеры. Я расскажу об этом на примере статьи с ICLR, которую, правда, не приняли на ICLR, но тем не менее. Что здесь происходит? У нас есть user embedding U и item embedding V. Мы эти embedding друг к другу конкатинируем. Это вот там вот внизу картинки происходит. Конкатинируем. И последовательность таких штук мы скармливаем трансформеру. Self-attention в трансформере у нас будет уметь смотреть только назад. Вперед он смотреть не будет. На выходе трансформера мы получаем embedding как бы текущего состояния пользователя. Это вот зеленый вектор K наверху. Далее мы берем item кандидат, конкатинируем с embedding юзера и скалярно умножаем на этот зеленый embedding. То, что мы получили, это собственно релевантность. Эта релевантность обучается самой обычной кросс-энтропией и используется самый обычный негатив-майнинг. Это не единственный и не первый подход для того, чтобы использовать трансформеры в рекомендашках, но этот подход замечательен одной маленькой деталью. Это единственный подход, где удалось завести юзер-эмбеддинги. В других версиях трансформеров и рекомендаш-системс юзер-эмбеддинги не завелись. Авторы утверждают, что они переобучаются, работают плохо и так далее. Здесь секрет в том, что это юзер-эмбеддинги непростые, а юзер-эмбеддинги регуляризованные. Регуляризованные так, как говорил до меня Дмитрий. Но если очень верхний уровень на это смотреть, то регуляризация выглядит примерно так. Мы на обучении иногда берем и подменяем обученный embedding на случайный вектор. И типа все. Такой вот простой хак позволяет вот этой модели работать достаточно хорошо и всех побеждать на задачах рекомендации. Но я думаю, кто из вас следил за Рексисом или кто слушал Дима Бугайченко, знают, что всем этим метрикам, которые ресерчеры приводят в статьях, верить не очень-то можно. Но здесь случай другой. Здесь есть ссылка на GitHub, где вы можете качнуть код, запустить его на своем датасете и посмотреть, как именно для вас он работает или может не работает. Пойдем дальше. В большинстве современных рекомендательных систем нам необходим инференс за логарифмическое время. Если у нас в базе миллионы, десятки миллионов айтемов, мы не можем себе позволить для каждого юзера считать релевантности всех-всех айтемов. Нам нужно это делать значительно как-то быстрее. Обычно для этого используется approximate nearest neighbor search. Но approximate nearest neighbor search накладывает очень серьезные ограничения. Похожесть юзера и айтема может быть только евклидовый. То есть только в терминах L2 расстояние или чего-то, что к нему сводится. Например, dot product или косинуса. Кажется, это достаточно серьезное ограничение. Хочется попробовать его преодолеть. Хочется попробовать моделировать какие-то более сложные похожести. И при этом уметь делать инференс за логарифмическое время. Ребята из Alibaba предложили решение. Решение такое. Мы поселим все айтемы в tree-based индекс. То есть в какую-то древовидную структуру. И далее мы будем вместе оптимизировать и саму модель рекомендаций, и вот этот индекс, в котором айтемы будут жить на инференсе. Код опять-таки доступен на GitHub. Посмотрим чуть подробнее. Значит, вот есть у нас такое дерево. У него в листьях, это вот там вот внизу, живут голубенькие айтемы. Каждый узел в этом дереве описывается каким-то имбеддингом. И по сути рекомендательная система, которая нарисована слева, она оперирует именно вот с этими самыми имбеддингами. То есть она предсказывает релевантность для юзера конкретного узла. И очевидно, что вот таким образом, жадно путешествуя по дереву, мы за время пропорциональной глубине дерева можем добраться до листа, то есть до айтема. Соответственно, глубина дерева – это логарифм. То есть вуаля, мы получили логарифмический инференс, и при этом теперь мы уже не ограничены евклидовой геометрии похожести. Немножечко у ребят алгоритм чуть более сложный, чем жадный, но за подробностями я предлагаю обратиться к статье. А вот такая идея, что мы обучаем индекс и рекомендашку одновременно, мне показалась очень такой новой и интересной. Еще одна статья про рекомендашки от Netflix. Опять-таки опускаю кучу подробностей. Давайте приближать релевантность айтема вот в таком виде, где x – это какой-то спарсный вектор оценок пользователя или взаимодействий пользователя, а b – это большая матрица n на n, в которой живет что-то типа ковариации айтемов. Понятно, что идеологически эта штука должна быть более мощной, чем стандартные матричные разложения. Просто потому, что здесь один айтем описывается вектором размерности n айтемс, а в матричных разложениях это 50, 100 или 300, размерность вашего имбединга. То есть информации здесь можно выучить больше. Но изникает проблема. Матрица b будет очень здоровой. Утверждается, что на матрицу b можно наложить sparsity constraints, можно оставить там буквально полпроцента ненулевых элементов, и все равно все будет очень круто. Но есть второй момент. Здесь предполагается линейный инференс. Мы не можем использовать никакие nearest neighbor search. Нам нужно честно посчитать релевантность каждого айтема юзеру. Возможно, есть вариант поженить вот эту статью и предыдущую, и научиться за логарифм делать инференс. Но ребята из Netflix говорят, что у них этой проблемы не стоит. То есть Netflix это десятки тысяч айтемов. И понятно, что для 10, 20, 30 тысяч айтемов в принципе линейный инференс не такая большая, наверное, проблема. Так что если у вас или мало айтемов, или есть время на инференс, то возможно стоит тоже вот такую штуку попробовать. И последняя статья, о которой я хотел бы рассказать, про multilabel классификацию. Напомню, что multilabel классификация это такая классификация, где один объект может соответствовать нескольким классам. Ну вот как внизу. Есть много разных способов, как можно свести эту задачу к более привычной бинарной или многоклассовой классификации. И вот ребята провели подробный анализ того, как эти способы связаны с основными метриками, такими как precision.at.k и recall.at.k. Это основные метрики, которые нас могут интересовать в такой задаче. Давайте посмотрим, что получилось. Ну какой самый простой способ свести эту штуку к бинарной классификации? Давайте работать с one-vso подходом. Вот рассмотрим первый класс, тут я не знаю, какие-то таблетки. Вот наш айтем не относится к нему, например. Обучим классификатор, который будет отличать айтемы, которые относятся к классу таблетки от всех других айтемов. Это будет один one-vso классификатор. Второй классификатор будет отличать музыку от всего остального. Это будет второй классификатор. И так далее. Их будет столько, сколько классов. Вот такой подход ребята называют one-vso. И такой подход оптимизирует, как оказалось, precision.at.k. Теперь давайте подумаем про многоклассовую классификацию. Как эту штуку свести к многоклассовой классификации? Многоклассовая классификация – это когда у нас один айтем соответствует только одному классу. Ну, давайте сделаем вот из нашего айтема, который на примере, столько айтемов, к скольке классам он относится. И первый айтем будет относиться к классу музыка, в остальных местах будут нули. Второй класс в том образовании, в остальных местах будут нули. И так далее. Такую штуку они называют pickAllLabels. И вот оказывается, что pickAllLabels тоже оптимизирует precision.at.k. А если мы хотим оптимизировать recall.at.k, то нам нужно делать какие-то более такие хитрые хаки, связанные с перевзвешиванием, с сэмплированием, еще с чем-то. В статье они все описаны. И вот это все очень интересно. Ну, в связи с этим у меня возникает вопрос. А что у нас происходит в рекомендательных системах? Ведь с какой-то стороны можно на рекомендашку смотреть, как тоже на multilabel классификацию, где точка в датасете – это юзер, а лейблает, соответственно, айтемы, которые ему интересны. И в рекомендашках понятно, что в основном, ну, кажется, что recall нам интереснее, чем precision. Особенно, если это модель первого уровня. Когда мы хотим отобрать кандидатов из там 10 миллионов до 1000. Нам очень интересен recall. И при этом мы обычно не делаем какие-то специальные хаки для этого. Вот было бы интересно подумать и можно сделать какой-то ресерч на эту тему. Ну, на этом у меня все. И по традиции этой секции пару общих слов про NewRibs. Что мне очень понравилось на NewRibs, что я не слышал почти ни разу слова NDA. То есть с ребятами из Google, из Facebook, из Twitter, откуда угодно общаешься, они все очень здорово и подробно рассказывают, что у них работает, что у них не работает. И это прям суперклассно. Это, конечно, порождает много новых знаний, много новых идей и так далее. Еще мне очень понравилось, что много-много статей с кодом. Мне кажется, их даже большая часть. В этом, например, отличие от того, как я был в прошлом году на ICML. Мне кажется, тренд идет в ту сторону, что все больше людей публикует код. Ну, из минусов уже отмечали, что очень много людей. То, что не отмечали. Я не понимаю, кто придумал проводить NIP с зимой в Канаде. Есть очень много мест на земле, где в декабре классная, хорошая погода. На ICML в Стокгольме мы выходили на улицу, садились на газончик и обсуждали с коллегами машин лернинг. Здесь на улицу выйти – это большая ошибка. В общем, я не понимаю, почему он сейчас в Ванкувере и в следующем году в Ванкувере. Это очень странная какая-то штука. Ну и часовой пояс Ванкувера для нас, европейцев, конечно, не самый удобный, но это очень все субъективно. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо.